я вижу здесь самочку у меня почему-то все первые жуки все первые жуки самочки нет вырезана наличники и он достаточно некрупный сейчас я найду самца где-то здесь уже зажиться успел о вот он самец вот видно что он крупнее самки он у меня походил вот самец и самка в ней шустрые достаточно быстро и такие вообще-то флегматики но если потревожить и потревожить становятся достаточно быстрыми вот самец и самочка самец он крупнее самочка сейчас темнее это не не признак не половой признак она просто старше старше нас тут на сутки вот самочка наличник прямой вот самец вырезка отчетливо видно вырезка на наличнике на морде такой полукруг вырезанный самец плюс он визуально крупнее самочка мельче и на морде нет никакой вырезки наличник прямой ну в общем запускаем мы их этого на меня стопроцентный пока один самец в общем-то запускаем сюда в общем-то это и хорошо убираем яблоко с контейнера высыпаем так яблоко еще одну убираем убираем старые да все это можно высыпать сюда как субстрат вместе жуками высыпаем субстрат мелкий субстрат сейчас мы добавим сюда причина здесь пока нет но я надеюсь что они все же будут мелкую трюху высыпаем туда эти будут возможно скоро маленькие ручки вот жук уже пьет сидел он контейнере без воды он уже своими жевалами начинают жевать мокрую тряпочку они водохлебы жук взрослый при поимке и самка начинает выделять секрет пахнущий секрет он не такой уже сильно и противный не такой и сильный но запах есть он выветривается быстро не стойкий запах запах мне напоминает запах эпоксидной смолы вот четко когда начинаешь мешать эпоксидную смолу чтобы что-то приклеить вот этот запах напоминает запах потревожного газофобуса так вообще запаха нет никакого только когда его схватить и он почувствует опасность он начинает вонять эпоксидной смолой не сильно и недолго но тем не менее чувствуется вот эти вот вот этот сюда положу тоже а там жук сидит спрятался от всех пускай здесь тоже побудет так чтоб к воде был доступ начинал что еще и наверное этих я запущу сюда хоть не рекомендуют белых жуков запускать темным во первых у меня эти жуки не такие уже и темные а вот эти вот уже не такие же не такие и белые тоже по ходу самочки так у самцов нужно беречь у меня проблемы самочь из самцами проблемы я думаю переживал думаю будет один к одному и что мне тогда делать самцами хоть птицы скармливали один к десяти в нужной нужной пропорции вот это вот тоже ну 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 тут непонятно почерен может быть будет наличник вижу крупный этот самец это скорее всего самец крупный и все-таки там наверное будет видно вырезка когда потемнеет тоже сюда давай заселение фермы да и положить сюда там раз в неделю банан яблоко и раз в неделю открыть крышку выкинуть недоеденное положить новые это я думаю проблемы никакой не составит ни для кого тут у меня еще куколка куколки эти открытого типа очень удобно показывать на уроках биологии принцип тот же что и всех насекомых но рука открыта не как у пчелы червяк 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 потом раз запечатал запечатали ее распечаталась уже пчела тут все процессы видны в открытую линяет превращается в уколку темнеют глазки лапки вылазит крылышки жук очень удобен для уроков биологии чуть 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 не выбрал фену и вот по мере превращения вот этих всех указал жуков я буду их запускать ферму до куколок очень много очень больше чем не нужно поэтому если кто захотел выращивать за фобуса для своих животных начиная от индюков заканчивая рыбками можете обращаться на еще одна еще одна коробочка с жуками про которую я чуть не забыл он уже жук успел потемнеть красивый крупный жучок мне кажется что это тоже замец хотя по морде не скажет что смс по морде это самочка может просто крупная самочка до самочка самочкам наличник плоский нету выреза никакого опять самочка морда уже потемнела красивая крупная самочка пускай идет своим друзьям и разбираю последнюю последние у меня тут аквариум сколько меня всяких сундучков плошек баночек контейнеров с этими жуками вообще конечно если кто думает что чтобы завести жуков нормально их размножать достаточно такого одного ведра то конечно же нет нужно думать вот если вот тут живут жуки в большом маленькие личинки то нужно как минимум еще одно такое же большое что потом переставить жуков вот в другое ведро это уже два ведра по 20 литров и где-то нужно будет личинкам куклица и для окукливания нужно будет хотя бы вот такая вот коробка хотя бы вот коробка это уже три емкости и куда-то нужно будет отсаживать молодых жуков светлых пока они не потемнеют чтобы их не порвали черные взрослые жуки это уже минимум четыре это четыре коробки минимум и но я конечно на подхвате должен быть вот такой вот штат всяких контейнеров небольших тогда ферма будет работать нормально вот у меня контейнера конечно много личинки много жука надеюсь будет тоже много и даже чересчур конечно такого количества банок мне не будут их ликвидирую большую часть уже этого же уж слишком много жука у меня я боюсь чтобы не было перенаселения чтобы не начали жать друг друга в этом моя половину жуков реализую а остальная будет работать 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 и последняя бревнышко тоже если его потрусить здесь все трещит раз мы его попытаемся разобрать вот разобрать разобрали хорошо что никого нет дома то вместе с треском от древесины произошел взрыв взрыв тырсы мелкой но вот такой вот такого пенечка вывалилась целая куча личинок и куколок вот это вот куколка раз выпала личинка 2 куколка 3 куколка 4 вот здесь еще торчит хвост от куколки тоже будущий жук так что как видите вот такая вот трехлая древесина мягкая легкая хорошо поддающиеся зубам вернее жвалом личинок она сама по себе уже может служить контейнером для разведения жука все больше и больше убеждаю что именно такой способ содержания жука без муки без мучных клещей без хлебных жуков без разной там моли вот именно этот способ он самый простой даже если кто-то там забыл не было времени не было куда отсаживать на окукливание причины то принципе часть часть личинок сама найдется и место где окуклица превратится в жуку жука большом-большом в общем-то ведре я думаю если бочонок литров на 30 и с такими пеньками то можно в одном месте держать или то что держать ну да держать личинку разводить конечно это неудобно и проблематично а вот именно содержать и личинку и жука и куколки полностью все поколения и что-то будет лупиться как-то будут все обновляться